привет девчонки сейчас я буду смотреть здороваться подключаюсь сама к вам так все есть скажите мне пожалуйста по звуку как звук картинка все я с вами девчоночки жду от вас информации слышно меня или нет привет привет здравствуйте так значит все нормально да девчонки слышно звук хорошо картинка хорошо не тормозит все отлично прекрасно все мои дорогие сейчас со светом разберусь чтобы у меня не все было ок да все нормально так девчоночки всем добрый вечер наконец-то эфир наконец-то добралась очень рада видеть очень скучала искренне говорю без всяких сомнений это просто нереально когда человек общается общается так долго а потом такой перерыв поэтому всех рада безумно видеть сейчас мы еще подождем девчонок наших гостей а потом уже будем углубляться в серьезную тему ну пока ждем рассказывайте как дела как живете что нового девчонки пишут конечно в директ но это все равно не то хочется уже вот такого общения привет казахстан привет хочется информацию доносить хочется слышать обратную связь рассказывайте вот вижу сейчас казахстан с нами еще вижу девчонок из украины кто еще откуда а сейчас эфир ведется из украины из города мукачево обожаю пенби это классно продукция хорошая действительно она достойна внимания девчонки с какого города не велся эфир тем не менее я уже давно сделала такой вывод ну хвала тому что есть интернет да потому что интернет все таки сближает плюс еще то что красота сближает уже нету границ уже нету расстояние все мы близко друг от друга все мы хотим одного все мы хотим красивые ногтики здоровые ногтики о чем эфир будет о очень серьезном вообще вопросе о очень серьезном материале это будет томск привет самара привет да давно я не была в эфире потому что ну работа поездки нон-стоп работа 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 когда у меня появляется время я к вам бегу когда времени нету ну что сделать тогда придется немножечко потерпеть значит у нас сегодня будет эфир который посвящен базовым покрытием согласны насколько это серьезная вещь да потому что база это все-таки фундамент чтобы мы не поставили насколько бы мы красиво не сделали ногтики если у нас не правильный подход к этому материалу то красота наша будет недолгоиграющей недолговечной одесса привет одесса как у вас солнечно или нет девчонки пишут во многих городах дожди поэтому спрашиваю как у вас а вот закарпатской области солнечно очень тепло даже даже слишком тепло ну по крайней мере я приехала и жара говорили что были прохладные денечки но я приехала на хорошую погоду поэтому спрашиваю у вас была гроза ну сейчас да сейчас во многих городах и грозы я вот буквально так господи когда же то я приехала то вчера да я вчера приехала я из ульяновска приехала и когда я приехала в сам ульяновск не то что гроза была ураган целый был потому что невозможно было из москвы из такси выйти настолько сильный ветер был потом барабанил мне всю ночь в мансардное окно в общем ночка была еще та всем привет девчонки привет 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 позже вижу знакомые любимые лица девчонки всех вас целую всех вас обнимаю очень рада видеть смотрите мне уже все улыбка на на все лицо очень рада очень счастлива борисполь дождь в борисполе еще позавчера ничего такого не падала все было классно так скажите пожалуйста акриловая пудра как практике акриловая пудра с мономером в принципе идеально но тоже нужно учитывать все моменты если вы говорите о акриловой системе то тогда нужно тоже разбираться потому что акриловая пудра есть разные дисперсии мономеры тоже есть разные разного состава и это тоже действительно нужно все учитывать потому что даже не каждый мономер он он конечно же соединиться с акриловой пудрой но не всегда не факт что он даст качество спасибо девчонки спасибо 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 так сколько времени закладывается в слово долговечность без переноса материала. Если о носибельности материала, то три недельки это как раз самое то. Завтра, я надеюсь, я выставлю пост по коррекции и о том, что за собой влечет, если коррекцию делать не своевременно. Это очень серьезное дело. У нас пошла неправильная информация о носибельности материала. Это все благодаря кислотным базам. Это все благодаря YouTube, который иногда хорош, а иногда, конечно, очень много чего может испортить. Поэтому, девчонки, это серьезная вещь. Клиентам нужно консультировать. Потолок четыре недели, и то я не говорю, что это правильно. Четыре недели это уже считается переносом. По факту материал имеет право носиться 21 день, и это не только от того, что он стареет, потому что мы не совсем понимаем, что такое старение материала. Девчонки, я тоже всех-всех-всех рада видеть. Так, и файбербазу я сегодня скажу о всем, о всем расскажу. Вы меня только спрашиваете, и все я буду рассказывать. То, что мы вкладываем слово, спасибо большое, вкладываем слово старение материала не совсем имеет тот смысл, который, в принципе, мы ему придаем, потому что старение материала, оно немножко дальше уходит, чем три недели, намного дальше. Но носибельность материала по факту зависит от самого материала, от консистенции базы, о том, как себя ведет натуральный ноготочек. Потому что мы очень редко задумываемся, что же все-таки происходит под искусственным материалом. А у нас происходит что? Ноготь-то себя восстанавливает, потому что это такая структура, которая постоянно себя обогащает новыми клетками. Плюс у нас же есть слои, плюс у нас есть ногтевое ложе, плюс у нас есть увлажнение и липидный слой. И вот это вот все, оно работает на глубинных слоях, тем не менее мы убиваем эти все жидкости, липидные слои для того, чтобы мы поставили искусственный материал. А ногтик себя за это время восстанавливает. И начинается у нас такая прелесть, как лифтинг материала. Плюс срастание, плюс перенесение архитектуры в сторону свободного края. Поэтому очень-очень важные моменты по поводу коррекции и их нужно соблюдать. Надеюсь, что завтра все-таки выставлю постик. Читайте внимательно. Сейчас я больше уделяю времени информационной части в постах. И эти все моменты для многих они очень важны, особенно для новичков. И честно говоря, и я как человек, который имеет уже большую практику в работе и для себя каждый раз нахожу какие-то новые моменты, поэтому я всегда хочу рассказывать о них и вам. Девчоночки любимые мои, так у нас уже время как бы как раз таки я всегда даю 10 минуточек для того, чтобы девчонки присоединились к нам и слушали важные моменты по поводу баз. База, что же такое база, да, уже в этом слове заложено все, потому что это то, на чем будет держаться все, что мы на нее поставим. И действительно важная вещь, которую нужно учитывать. Первое, что мы должны понимать. Качество. Качество это всегда первое на первом месте. Всегда люблю говорить на своих семинарах. Девчонки, вот здесь девчонки присутствуют, которые посещают мои семинары. У нас очень много есть торговых марок. Безумное количество. Их просто не пересчитать. Каждая из вас может стать счастливой обладательницей торговой марки. Стоит просто вложить немножечко денежки. Но есть торговые марки, а есть бренды, да, поэтому бренды, они кардинально отличаются от торговых марок, потому что бренд, он всегда себя будет защищать всеми силами, будет свое качество защищать, будет репутацию свою защищать. Поэтому, когда мы говорим о бренде, мы должны понимать, что имеем дело с серьезным материалом. И это тот производитель, который будет заботиться в первую очередь о вас, ну и во вторую очередь о себе, потому что репутация стоит дорогого. Она зарабатывается годами, ее испортить можно очень быстро. Поэтому я думаю, что каждый правильный, нормальный бизнесмен будет за каждой мелочью следить, чтобы ничего не вышло из-под контроля. Хотя бывают всякие моменты, и мы всегда должны тоже это понимать, но тем не менее, все равно продукция, вот о которой мы сейчас будем говорить, она качественная, и мне нравится буквально каждый флакончик, который буду вам сегодня показывать. Так, под камуфляжные базы потребна подложка, звычайные базы. По сути, она не нужна, но еще тоже будем, давайте рассматривать, какие ногтевые пластины мы будем покрывать. У нас же есть, спасибо, Танюша, я рада, что вы с нами. У нас есть базы, как жидкие, так густые, да, когда нужно снимать базу полностью. Если уже куча отслоек, и вы уже не можете оставить подложку, тогда ее желательно снимать. Ну или же клиент просто захотел снять материал, и чтобы у него ногтики, как они любят говорить, подышали, либо отдохнули. Но если материал не будет перенашиваться, то тогда, в принципе, у нас сохраняется подложечка. Что такое подложка, да? Мы ставим определенное количество базы для покрытия, для укрепления ноготочков, и при коррекции, если она своевременная, то мы оставляем 20-30 процентов от всего материала на ноготочке, дабы его не перепиливать. Поэтому мы должны понимать, если материал у нас не переношен, то у нас работа идет комфортная. Мы снимаем до этой подложки материал, дальше уже идет стандартная процедура. Если материал перенашивается, мы боремся с отслойками, мы тратим много времени на то, чтобы эти отслойки устранить. Я всегда девчонкам предлагаю, девочки, чтобы у вас никогда не возникало проблем с такими клиентами. Нас сейчас смотрят и девочки, клиенты, и мастера, поэтому клиенты тоже слушайте внимательно, потому что вы должны немножечко понять и мастеров. Когда приходит клиентка после 5-6 недель с переношенным материалом, а мастер на нее берет определенное количество времени, потому что у него там уже куча записана в очереди людей, а если еще клиентка первая, да, пришла на 9, там 8-10 часов, и она тянет потом за собой всю запись. Так вот, мастер должен уделить намного больше времени, потому что с этими отслойками все-таки нужно бороться. Когда мы работаем с отслойками, мы имеем понятие того, что сейчас вот-вот можно прикоснуться к живому ноготочку. Поэтому мастер, как ювелир, должен работать аккуратненько, чтобы не сделать пропила, чтобы не испортить ноготочки. Поэтому для таких клиентов я советую делать отдельный прайс. Если мы ставим отдельным прайсом перенашивание материала, да, коррекция за определенный срок, который вы ставите вашим клиентам, то тогда берите дополнительную сумму. Так, девчонки, надеюсь, вам будет интересно, и давайте будем потихонечку, я сейчас переведу телефон на стол, чтобы я просто показала вот это количество, которое у меня здесь есть, материала. Так, сейчас, сейчас. Так, что-то не могу я перевести. О, перевела. Теперь все ок. Так, со светом поиграемся. Все. Вот, смотрите, девочки, вот это вот все, так что это, это у меня экспресс попал топ, вот это все у нас базовые покрытия. Каждое это покрытие имеет возможность и имеет право быть на ноготочках. И очень важно понимать, для чего какая база, почему мы принимаем решение ту или иную базу сегодня применять. Ну, первое, да, у нас что в базах есть? Это консистенция, густота, прочность, практичность, жесткость, мягкость, это ее свойства. Как бы густота это состояние, да, вязкость, а свойства это у нас, конечно же, идут твердые, либо мягкие, либо жесткие базы. Так вот, о чем я хочу сказать сейчас. Вот у нас есть базы, давайте, раз вы начали с файбербазы, был вопрос, то я сразу к нему и перейду, к этому вопросу. У нас три файбербазы, это густые базы. Что могу сказать? Да, эфир, конечно, сохранится. Что могу сказать по этому поводу? В общем, углубляюсь все больше и больше в эти темы по поводу базы. Ну и что можно сказать? В принципе, эти базы, они предназначены для армирования ногтевой пластины. Они могут спокойно армировать тоненькую ногтевую пластину, и они могут делать архитектуру, и они могут держать длину. Соответственно, по поводу длины мы тоже должны понимать, что длина, она тоже должна иметь свои пределы. Поэтому длина это берется во внимание среднее, потому что все, что выше, все, что дальше, это уже идут в ход только моделирующие материалы. Всем привет, девчонки, еще раз. Поэтому вот эта база, она армирующая, она прочная, и она эластичная. Если сравнивать, что такое прочность и эластичность, да, как бы вроде бы понятия не совсем подходят, но я сейчас просто приведу пример. Есть у нас даже, даже вот вчера распаковываю чемоданы, да, и у меня обмотана прочной-прочной пленкой мой чемодан, потому что в аэропорту обматываю, там несколько слоев, и чтобы мне его разорвать, я практически не могу это сделать, потому что при том, что пленка очень эластичная, она остается еще и очень прочная. Поэтому у меня мой чемодан в сохранности, поэтому мне тяжело сорвать эту пленку, она не трескается, она оборвется, но если я уже сделаю очень сильное натяжение. Поэтому также работают и эти базы. Они реально очень прочные, и можно делать армирование, но есть один пунктик, который нужно запомнить, учитывать, записать, либо просто выучить. Девчонки, когда работаем, любой из баз, не имеет значения, какую бы мы ни взяли. Я всегда говорю, мы работать начинаем с грунтующего, вбивающего слоя, когда мы наносим первый слой. Я вот смотрела, как девочки работают, да, они берут довольно-таки большую капельку. Да, эта база, она подходит для наращивания, для ремонта, для очень многих манипуляций, с которыми не может справиться мягкая база. Ну, причем, вот говорю еще раз, она довольно-таки жесткая, она довольно-таки прочная, но она остается эластичной, она не ломается, и такое хорошее она создает после полимеризации армирующий каркас. Так вот, когда мы работаем этой базой, что мы должны сделать? Мы набираем на кисточку очень-очень маленький шарик, настолько маленький, я не знаю, даже как бы объяснить, ну, как ушко булавочки, да, и этот шарик мы должны втереть в ногтевую пластину. Как мы должны видеть, правильно мы сделали это или нет? У нас есть рисунок от опила. Если после вбивающего слоя этот рисунок у нас считается, значит, мы сделали все правильно. Полимеризовать нужно, но не сразу. Так, опил ее можно делать, ворсинки не будут торчать? Нет, ворсинки здесь, о, эта база идеально выравнивается, нужно только попробовать, какие у нее самовыравнивающиеся свойства, это просто нечто, при всей ее густоте, кстати. Так вот, когда мы нанесли этот вбивающий слой, не ставим сразу ручку в лампу. Мы даем находиться в состоянии покоя этому базовому слою на ноготочках в течение 10 секунд. Примерно так, плюс-минус, но примерно 10 секунд нужно выдержать. Поэтому только тогда мы можем ставить в лампу. Для чего это делается? Для того, чтобы как раз эти микроволокна, а не микро, там вы их практически не увидите, поэтому торчать там точно ничего не будет. Они оседают на ногтевую пластину, при полимеризации создают единый каркас. И очень носка действительно потрясающая. Кто пробовал эту базу, они очень ее оценили по достоинству на высоком уровне. Согласны, девчонки? Потому что я знаю, что девочки очень многие пробовали. Кстати, даже если микротрещинки какие-то есть на ногтевой пластине, многие вот волновались, а как вот с этими быть? Нужно ли там моделирующий материал ставить, либо может убирать вообще ноготочек? Ну и просто мы ставили слой базы, нужный слой базы, главное тоже не перебарщивать. И она делает очень крутое укрепление. Кто работает, тот прекрасно знает, насколько она хорошая. Так, теперь посмотрим, какая у нее густота. Так, я сейчас взяла Milk Pink. Смотрите, очень красивый цвет. Цвет реально крутой. База густая, очень густая, и каплю она формирует довольно-таки долго. Вот сейчас сразу тоже обращаю внимание, девочки, из-за того, что она густая, и если в ней возюкать кисточкой, то что происходит? Конечно же, мы будем напускать в нее пузырей. Чтобы этого не случилось, делаем все красиво. Движения у нас должны быть, можно сказать, сбалансированы. Они должны быть мягкие, никакого резкого внедрения кисточки во флакон и вынимания, в принципе, быть не должно. Тогда пузырей у нас и не будет. Но база очень хорошая. Так, я сейчас показала молочный розовый. Сейчас еще поговорим о том, сколько чего ложить. Вот такой вот беленький у нас есть цвет, довольно-таки красивый. Красивый, молочный, спокойный, не яркий, не ультра. Так, и... Ну, девчонки, у каждого моторика рук работает по-разному, потому что если вы спешите... Ну, сейчас вот смотрите, у меня были даже взболтаны мои флаконы, но у меня довольно чистая кисточка. Если я буду взбалтывать, либо просто даже наносить вот так вот, такими движениями на ноготочек, то сразу я напускаю пузырей. Это единственный нюанс. Как и в биобазе, мягкие движения. Ничего не делаем резко. Так, закрываю. Ну, увидели, да, крутила, вертела кисточкой, капелька у меня не падает. И, опять-таки, густота, это нам не мешает хорошо выровнять материал. Потому что если у нас серьезная такая вот густая консистенция, то, по идее, как бы очень трудно должна выравниваться эта поверхность. Но нет, эта поверхность выравнивается бесподобно. Если мы ее ставим на вот эту консистенцию, ставим на ногтевую пластину и делаем, опять-таки, в разумных пределах блик без фанатизма, то у нас тогда получается красивое выравнивание. Плюс мы же это не должны ставить количество огромное на всю ногтевую пластину. Потому что мы выстраиваем архитектуру, и мы должны понимать, куда мы должны ставить большое количество, а где материалы вообще сходят на нет. Так, ну, по этим базам разобрались. Я сейчас демонстрацию каждой покажу, расскажу, а потом будем уже с вопросами разбираться. В принципе, вы можете и по ходу задавать вопросы, я все вижу и все читаю. Так, ну, у нас есть еще очень хорошие базы, камуфлирующие. Я считаю, что это спасатель, спасатель по времени, спасатель по цвету, спасатель по френч-основе. Ну, и плюс на тонких ноготочках тоже держится неплохо. Опять-таки, четыре цвета. Два холодных, два теплых. Мы подбираем всегда френч-основы, исходя из типа кожи. Мы не подбираем цвета, которые клиентам не идут. И это очень важный момент, потому что у нас всегда должна быть красота, которая гармонично смотрится с нашими ручками. Мы можем очень красиво, допустим, сделать какой-то дизайн, либо нарисовать какой-то роскошный цветок. А на маленьких ноготочках это будет смотреться некрасиво. Либо женщине он просто не подойдет, такой дизайн. Поэтому мы всегда учитываем индивидуальность нашего клиента, анатомию ногтей, тип кожи, состояние, которое на ноготочках находится. Потому что ногти-то у нас есть разные, поэтому мы все берем во внимание. Опять-таки, девчонки, это густой продукт, красивый плотный цвет. И действительно, вот эта густота, она тоже не мешает выравниваться. Немножко они... Значит, у нас получается файбер гуще, чем камуфляж. Камуфляж имеет более жидкую консистенцию относительно файбера. Файбер самая густая база. Вот теперь... Так, вытираю кисточки, уже пузырьки. Ну, девочки, честно говоря, ну, оставьте немножко флакон приоткрытым. Пусть тогда пузыречки выйдут. Ну, как бы не на несколько суток. На ночь оставьте, вот и все. И тогда пузыречки должны, в принципе, сами с собой уйти. Так, что еще хотела сказать по поводу этих баз? Значит, если мы обратим внимание, то мы видим, что здесь уже не прозрачное покрытие. Здесь уже присутствует пигмент. Если присутствует пигмент, мы должны тоже понимать, что он препятствует проникновению ультрафиолета в саму толщу материала. Поэтому, когда мы начинаем делать выравнивание покрытия и... Ну, не важно для чего там, просто для людового дизайна, либо для френча, мы должны понимать, что мы материал должны хорошо сполимеризовать. Всегда учитывайте, насколько ваши лампы отдают свою мощность, насколько они могут хорошо полимеризировать, сушить материал. Всегда на это нужно обращать внимание. У нас на этикетках есть надписи. Ну, у меня уже они, конечно, можно... Нет, уже не прочитаем надписи. Но возьму любую другую, где можно увидеть. Так, есть. Вот у нас есть на каждом флаконе надпись, сколько нужно сушить. Написано, что для лампы 48 ватт подходит как раз-таки 60 секунд полимеризации. Если ваша лампа уже немножечко подуставшая, то увеличьте время просушки. Ну, в идеале, вообще-то, нужно всегда лампы свои своевременно заменять. Но если вы уже понимаете, что материал плохо полимеризуется и уже ждете новую покупку, немножко дольше сполимеризуйте материал и тоже смотрите за количеством, которое ставите. Потому что чем больше вы ставите материала на ногти, это чревато очень многими последствиями. Ну, первое, то, что человек чувствует дискомфорт при полимеризации. Второе, то, что особенно плотный пигмент, его нужно действительно хорошо сполимеризовать. Если полимеризация будет недостаточной, материал внутри будет сырой, носибельность будет, соответственно, плохая. Поэтому обращайте, девчонки, на это внимание. Камуфляж. Когда мы делаем дизайн этим материалом, привет еще раз всем, девчонки. Когда мы делаем услугу этим материалом, то же самое. Что мы делаем? Мы можем, конечно же, втирать этот материал как базовое покрытие. Мы можем использовать и универсальную базу для того, чтобы сделать покрытие базовое, именно вбивающим слоем. Если уж сомневаетесь и не хотите, чтобы пигмент касался ногтевой пластины. Потому что у каждого клиента, у каждого мастера есть свои нюансы, есть свои предпочтения. Поэтому, если не хотите, чтобы контакт был прямой, поставьте тогда прозрачную универсальную базу. И все будет ок. В принципе, это занимает очень мало времени. И клиенты, вы будете спокойны. Здравствуйте. А, кстати, что еще? Это время нам, конечно, экономит, очень экономит база. Время, соответственно, экономит и деньги. Да, я еще раз говорю, потому что каждый... Сейчас уже все умные, понимаете? Сейчас уже многие, как мастера, так и клиенты, уже знают, что такое пигмент. И многие вещи, которые раньше были скрыты, многие... и сейчас многие уже начинают понимать. И есть люди, которые очень принципиально относятся к таким вещам, как мастера, так, в принципе, и клиенты. Поэтому, чтобы не было никаких у вас, ну, ситуаций таких, которые нужно потом, я не знаю, как-нибудь выкручиваться из них, то берите, конечно же, спокойно можете ставить универсальную базу и покрывайте потом камуфляжом. Они между собой сочетаются, вообще совместимость этих баз, этих материалов между собой потрясающие. Они не кусаются, не отталкивают друг друга, поэтому вы спокойно можете это делать. Так, ну что, откладываю эти базы. Так, ну, переходим еще к базе. Вот у меня биобаза. Вот витаминная, да, кто уже сказал? Материал, значит, биобаза витаминная, честно говоря, ну, не ставила бы ее именно под камуфляжик. Почему? Потому что есть вот такая база универсальная, которая подходит под любой материал. Ну, реально, если есть уже вещь, которая предназначена как базовое вбивающее покрытие абсолютно под любой существующий материал, то не вижу смысла, что под что тогда не совсем поняла, и перезадайте вопрос. Если у нас уже есть материал, который предназначен как раз-таки для таких целей, то почему бы нет? Почему бы не использовать эту базу? Если бы ее не было, то можно уже тогда тестировать и гадать, какую из них ставить можно. Я пробовала разные ставить базы, они между собой все работают, девочки, реально все работают. Но нужно исходить из того, витаминку под что? Сейчас расскажу. Нужно исходить из того, какие ногти мы покрываем. Это очень важно. Это из базового курса обучения. Кто проходит базовые курсы обучения, всегда знают, что мы подбираем базу, исходя из состояния, типа, вида натуральной ногтевой пластины. Исходя из формы, которую мы будем делать, исходя из длины. Только по этим критериям мы подбираем базу, но ни в коем случае не играем в лотерею, потому что иначе у нас ничего хорошего не выйдет. Иногда может быть хорошо, 10 раз хорошо, а на 11-й все выйдет из-под контроля. В общем, биобаза, да, это та, которая витаминка, вот вы называете, вот она. В ее состав входит в витаминный комплекс АЕБ5. Очень много было разных споров по поводу того, присутствуют ли там витамины, либо маркетинговый ход. Дело в том, девчонки, что все ухаживающие компоненты, которые присутствуют, либо в гел-лаках, либо в шампунях, либо в кремах, они работают только тогда, когда мы ставим эти средства на волосы, на тело, на ногти. Поэтому мы не можем на полгода вперед почистить зубы, да, тем самым мы не можем этими витаминами укрепить на какое-то время ногти. Ухаживающий, либо деликатный состав будет работать только тогда, когда эта база будет находиться на самих ноготочках. Она очень эластичная, у нее средняя вязкость. Средняя вязкость. Опять-таки, база та, которая не любит никакого хаоса во флаконе. Она не любит встряхивающих движений. Она любит к себе деликатность. Вот когда я вижу, что вот так вот встряхивают, это, конечно, катастрофа. Когда мы делаем встряхивание, мы переворачиваем флаконы. Но здесь, в принципе, нет даже смысла это делать, потому что нет пигмента. Либо нет вообще никаких таких частиц, которые мы должны переворачивать и смешивать. Поэтому эту базу, в принципе, даже переворачивать не нужно для того, чтобы ее перемешать. Опять-таки, как мы с ней работаем? Вбивающим слоем сначала работаем на ногтевой пластине после праймера, а потом уже делаем выравнивание, покрытие, укрепление, кто что делает. Еще что я советую девчонкам, мастерам относительно этой базы. Ну, вот видите, приставка био, да? Значит, у нас в ней действительно находится... Это все, конечно, синтетика. Не будем никому голову забивать ерундой и будем смотреть правде в глаза, потому что ни одного здесь материала нету био. Это все синтетические материалы, но как бы составы у каждого материала разные. Но так как этот материал действительно имеет деликатный состав, мы можем делать им покрытие как ламинирование ногтей, как ламинирование волос. Вот предлагать нашим клиентам как раз-таки услугу ламинирования. Мы можем делать ламинирование маслами, мы можем делать ламинирование воском, мы можем биогелями делать. Ну, почему бы не предложить ламинирование как раз-таки такой базы? Что значит для клиента эта услуга? Это экономия. Добрый вечер. Так, почему-то биобаза отходит пластом примерно через неделю. А скажите, пожалуйста, на всех отходит пластом или на некоторых ногтях? Потому что, опять-таки, еще раз говорю, одной базой покрывать ногти не рекомендую. Это противопоказано. Всегда подбираем индивидуально под каждого клиента. Поэтому у нас такое огромное количество баз, чтобы вы выбрали именно ту, которую нужно поставить на того или иного клиента. Потому что мы же не можем все под одну гребенку мерить. Нас нужно учитывать всегда индивидуальные особенности наших клиентов. Так вот, продолжу по поводу базы, девочки. Когда мы ставим эту базу и делаем ламинирование, значит, цвет мы практически не ставим. Так, что? Так, под что же эту биобазу класть, девочки? Не под что, а этой биобазой делается нанесение матери... Так, господи, выравнивание и укрепление, да? Вот и все. Зачем ее под что-то ставить? Том сказал, что именно под что-то ее нужно ставить. Это материал самостоятельный, сам по себе. Поэтому вот эта универсалка, ее нужно ставить под любой материал. А это самостоятельная база, которая работает как отдельный материал. Для каких ногтей? Так, девчонки, ну так давайте тогда, давайте я закончу по поводу базы. Ну и будем разбирать, что для каких ногтей нужно делать. Значит, почему именно ламинирование? Потому что вы сможете сэкономить время. Вы экономите при нанесении этого материала. Если время экономите, значит, экономите, соответственно, и деньги. Плюс, если вы предлагаете процедуру ламинирования, то вы можете цвет не покрывать. И эта услуга будет стоить дешевле, нежели полная услуга гель-лакового покрытия. Так, это первое. Так, на нормальные ногти больше даже не стало экспериментировать. Другие базы нормально стоят. Так, ну теперь смотрите. По поводу баз. И что, на какие ногти должно идти? Мы прекрасно понимаем, что тоненькие ногтики у нас какие. Если тонкие, перепиленные, они эластичные и подвижные. Соответственно, если мы поставим на них жесткую базу, плюс там еще присутствует длина, то эта база не сможет удержать эту подвижную, вечно гуляющую ногтевую пластину. Поэтому мы такую ногтевую пластину должны удерживать в каркасе, который способен держать эту подвижность, эту тонкость. Но, опять-таки, мы должны понимать, какое количество ставим, какой был праймер, сколько мы поставили праймера, сколько мы сушили эту базу, сколько количество было поставлено на ногтевую пластину. Так сказать, однозначно, никогда вам ни один инструктор не скажет, что что-то вы сделали неправильно. Нужно следить за всем процессом. Если какое-то звено выпадает из цепочки методом исключения, только тогда можно найти ошибку. Плохих материалов нету. Если это качественный материал, плохих нет. Есть плохо подобранный материал относительно ногтевой пластины. Поверьте мне. У меня здесь девчонки тоже. А, вот еще что нужно учитывать. Тоже нужно учитывать индивидуальное поведение дома. Как работает, где работает ваш клиент. Плюс гормональный фон нужно всегда учитывать. Потому что, если все вы делаете правильно, ногти начинают отлетать, значит, какие-то идут сбои в гормональной системе женщины. Эти материалы очень реагируют на такие перебои. Поэтому все очень индивидуально. Легче всего обвинить. Материал плохой, да. Но многие биобазу любят. Многие ее хвалят. И у всех получается идеально. А некоторые будут хаять, потому что, ну, на одном-двух не получилось. Поэтому нужно, конечно же, подбирать. Плюс, если у нас ногтики. Вот сейчас вот у меня бейс-код, да. Сейчас у нас, у клиентов, в основном, конечно же, ногти перепиленные и тоненькие. Но есть еще ногти, которые, ну, либо никогда не присутствовали на гейлаковой процедуре, либо действительно от природы такие хорошие, прочные. Но нету смысла тогда на них делать эти вот пироги и использовать суперэластичные мягкие базы. Плюс мягкие базы дают усадку. Вот в P&B практически, не то что практически, в P&B нету таких баз, чтобы были настолько жесткие, чтобы аж ломались, да. Все базы практически эластичные. Вот у нас бейс-код подходит как раз-таки для прочных ноготочков. Но если вы поставите эту же базу и эту же базу, так, и эту же базу, если вы поставите на минимальную длину, сделаете выравнивание и архитектуру, но это нужно учитывать, что это базы жидкие, то и тогда будет все носиться идеально, потому что просто можете провести элементарный тест на то, насколько ваша база будет эластичной. Поэтому, девочки, плохих нету баз. Есть базы, которые неправильно подбираются. Вот это все здесь у меня, и вот эта вот база, они все жиденькие. Но я всегда вот советую, если вы хотите сделать, если вы делаете педикюр, для того, чтобы не было у нас толщины, да, титаны очень хорошие тоже, чтобы не было у нас толщины, я всегда рекомендую ставить эти базы на ногтевые пластины, именно на ножках. Носится, конечно, прекрасно, толщину не дает, но она имеет свою эластичность для того, чтобы ногтик у нас чувствовал себя прекрасно. Еще, девчонки, ну что такое выравнивание? Ну, ногтевая пластина, если... Ну, смотрите, что такое выравнивание? Во-первых, ногтевая пластина не всегда идеальна. У некоторых есть ребристости на ногтевой пластине, у некоторых есть деформации, либо в силу каких-то травм, либо в силу природной какой-то несовершенности. И мы делаем выравнивание для того, чтобы у нас было красивое покрытие. Поэтому клиент приходит к нам за этой красотой, чтобы ногтики были ровные и красивые. Плюс еще, что хочу сказать, девчонки, вот вы говорите, не держится, либо там отходит. Нужно тоже определить, на каком периоде времени начинаются эти отслойки. Если это идет на третьей неделе, значит, хватит, больше материал там и не должен быть, потому что это идет и особенность клиента, и особенность материала. Плюс мы все прекрасно знаем, что хорошие материалы, они будут иметь определенный уровень кислотности. Без кислотных материалов нету, но у нас материалы имеют повышенную кислотность, сильно кислотные, да, прям вот до неприличия. И есть с нормальным содержанием кислоты, потому что без кислотных нету, каждый материал содержит метакриловую кислоту. И если вы заметите, вот девчонки, кто работает на этой продукции, да, просто понаблюдать за своими клиентами, даже можете не наблюдать, а немножечко покопаться в памяти, вы делаете процедуру, коррекцию, да, приходит к вам клиентка. Ногти в нормальном состоянии, они не скручиваются, они не пересушены, они не убиты, потому что материал имеет правильную кислотность, именно правильную кислотность, которая не убивает нашу ногтевую пластину. Благодаря этой кислотности ногти находятся в нормальном состоянии, клиенты имеют здоровые ногти, а мастера имеют хорошую репутацию. Но опять-таки сроки, они имеют значение, потому что кислотка может держаться и 2 месяца. И будет держаться, вот мы видим эти страшные позорные работы. Ой, девочки, не имею времени делать ногти, даже стыдно говорить, и не хочу показывать даже. Вот, девчонки, поэтому мы видим вот эти вот страшные фотографии, когда показывают 8 недель, 6 недель. Я надеюсь, что это все скоро у нас от природы, конечно, скручиваются. Есть такая особенность уже в закладке человека, конечно, есть. Это разные есть причины для того, чтобы закручивался ноготь. Но если это природная особенность, то это совершенно другой аспект. Но если это по вине мастера или по вине неправильно подобранного материала, конечно же, это совершенно другая история. Поэтому я всегда говорю, девочки, только индивидуальный подход. Мы всегда знаем, какие у нас клиенты. Но когда к нам приходит клиент, мы знакомимся с ним, тогда мы, нет, опять-таки говорю, не только от кислотных, а дошло, вот сейчас у меня сообщение, мы должны всегда учитывать, с какими ноготочками приходит клиентка, как они себя ведут, сколько они могут носиться. Иногда ногти могут носиться под покрытием 2 недели, и больше, ну никак, потому что это особенность таких ногтей. Ставить что-то более кислотное можно, но нужно ли, понимаете? Поэтому тут палка двух концов. Или у нас правильный ответственный подход к работе, или играем, опять-таки, в лотерею, изобретаем велосипеды. Где можно узнать информацию? Ну, где можно? Я сейчас плотно работаю над тем, чтобы делать эфиры подобного формата. Кому будет интересно, следите за новостями. И буду делать анонсы. Кому будет интересно, будут присоединяться, и будем дальше общаться. Вот, ну вот так вот, опять-таки говорю, у каждой клиентки от природы могут быть как прочные, так тонкие, как арочные ногти, так и плоские, верхрастущие, трапециевидные. Это мы от этого никуда не денемся. Так, дальше, девочки, а то меня несет, я сейчас вообще не туда. Так, скажите, будь ласка, на выставке в Киеве, в Вересни. Да, я буду, я буду 18-го числа на выставке целый день работать, поэтому, кто желает, можете посещать, пообщаемся, увидимся, потрогайте материал, посмотрите, все, что нужно будет, узнаете, обо всем расскажу. Так, ну, теперь давайте еще поговорим о титаниуме. Это у нас получается и база, и топ, естественно, с дисперсионным слоем, естественно, эта густота у нас ближе к жиденькой, но жесткостью этот топ тоже серьезно не обладает. Он будет более немножко тверденький, чем, тверже, можно сказать, даже не твердый, чем, допустим, что у нас здесь будет, экстра про, сейчас к нему дойдем, вот, но, тем не менее, все эти покрытия эластичные, они все, даже можно сказать, и не эластичные, как бы, как бы правильно, ну, в принципе, давайте будем говорить эластичные, вот, потому что они, если вы в лампу поставите и проверите, то не сломаются, это очень важно. Так, ну, еще у нас есть база, очень хорошая, крутая, нужно мне немножко ускориться. Так, у меня клиентка, девочка 17 лет, хорошая база, но не держится ничего больше недели, все отваливается, у других клиентов все хорошо. Индивидуальный случай говорит о том, что у клиентки либо, ну, 17 лет, это еще, конечно же, гормональная перестройка организма, плюс, если нестабильный гормональный фон у девочки, то в любом случае ничего держаться не будет, плюс, еще нужно учитывать гипергидроз ногтевой пластины, это очень важно, плюс, если кожа жирная, волосы жирные, гипергидроза может не быть, но быть очень жирная ногтевая пластина, это тоже нужно учитывать, и есть, конечно же, для таких целей свои манипуляции, как этого избежать, для того, чтобы вы могли сделать клиентке более-менее носибельный материал, поэтому, девочки, опять-таки говорю, все нужно учитывать, каждый нюанс на ногтевой пластине, это сложная наука, это не просто так купить лампу и гейл-лак, это все настолько сложно, ответственно, если, конечно, мы обладаем знаниями, это все легко, но когда информации очень много, а сейчас нереальное количество информации, и нереальное количество ошибок в этих информациях, поэтому мы должны и сами проверять, и изучать, и следить за новинками, и идти в ногу с развитием этой индустрии. Так, что еще? На Пронелби, ой, я не знаю еще, где я буду, Виктория, ничего не знаю, где я буду, сегодня здесь, завтра там, поэтому не могу ни о чем говорить. Так, дегидратор нужно всегда использовать под все базы, или опять только при влажных ногтях. Дегидратор используем на все ногти. Нейл-дегидратор, он избавляет ногтик от излишней жидкости, поэтому мы его используем всегда, без него мы не работаем. И не нужно тоже путать Преп и дегидратор, это немножко разные вещи, поэтому мы делаем нашу стандартную подготовку с жидкостями, дегидратор, потом идет Праймер, Праймер бескислотный, кислотный это просто, ну, 1% из 100, где мы его должны использовать. В основном используем только бескислотные Праймеры. И тоже Праймер нужно знать, как использовать, потому что тоже вижу, девочки многие делают ошибки. При нанесении Праймера, при том, что кисточку не отжимают от горлышка, наносят его в избытке, плюс еще дублируют свои действия кисточкой, и Праймер работает как батут. Уже не происходит сцепление, не будет эффекта двухстороннего скотча, а будут отслойки, и ногти будут просто-напросто отваливаться. Поэтому очень нужно учитывать эти моменты. Так, со скольки лет можно покрывать ногти геллаком? Ну, я думаю, что не раньше, чем 16 лет. Я бы не рекомендовала делать покрытие на возраст раньше 16 лет, потому что это подростковое, даже 16, это еще немножко рановато. Вот, просто у нас уже девочки в 16 лет хотят быть красивыми, хотят быть ухоженными, но даже 16 лет это рано. Ногтевая пластина, точно так же, как и весь организм, еще на стадии развития. Плюс, опять-таки, нестабильный гормональный фон. Плюс ногти практически у всех подростков мягенькие. Они настолько ранимы, что работать с ними нужно, ну, я не знаю, как с бриллиантами. Ювелирная должна быть работа с такими ноготочками. Иначе просто могут быть необратимые случаи, потому что мы должны понимать, на чем мы работаем и как мы работаем. Мы же работаем роторными инструментами, да, это наши фрезеры. Мы должны отодвигать кутикулу. Кто-то работает палочкой апельсиновой, кто-то работает пушерами. Пушеры у нас разные арочности есть. У нас есть квадратные, у нас есть арочные, но они все практически заточены. По такой пластине пару раз с давлением пушером пройтись и продавливаем ростковую зону. Ну, и да здравствует уже деформация ногтя. Ну, кому это надо? Да, спасибо вам большое. Так, после праймера всегда нужен бонд. Девчонки, бонд, это и есть праймер. Многие торговые марки называют по-разному. Но характерный запах плюс бонд, там, дебондеры, ультрабонды. Это идет все одна серия. Но, если вы не понимаете, какой праймер у вас сейчас в руках, просто аккуратненько поднесите, не сильно к носику, а так вот только рядышком к носику. Если вы услышите уксусный запах, вы понимаете, что это у вас праймер кислотный. Все, кислотный праймер мы отодвигаем и берем праймер, который называется бескислотным. Хотя, опять-таки, там есть кислота, потому что без этой метакриловой кислоты ничего держаться не будет. Но просто ее там немножко меньшее количество, плюс еще немножко больше других ингредиентов, которые нам как раз и помогают сделать праймер двусторонним скотчем. Девчоночки, обязательно должна рассказать. Экстра про. Сейчас, смотрю, время поджимает. Экстра про чудеснейшая база. Девчулечки, очень хорошая база. Опять-таки, она имеет очень хорошую прочность при своей эластичности. Обволакивает ноготочек, бережет его. Адгезивные качества просто нереально крутые. Все, кто пробовал экстра про базу, остались довольны и будут преданы ей всегда. Плюс, держит стразы просто идеально. Ничего, стразы так не держит. Я всегда об этом говорю и не устаю об этом говорить, потому что это самое лучшее крепление для ваших страз. У меня вот тут вот был френч когда-то, и френч уже ушел, а стразы остались, потому что даже не имею времени себе делать коррекцию. Но стразики остались, и бульонки остались, и уже дизайн отрос, а все на месте. Именно этой базой. Где заказать, девочки? Вы сейчас на странице PNB. Пишите прям в директ. Я уверена, что вас проконсультируют по каждому буквально вопросику. Поэтому не стесняемся, пишем, задаем вопросы. Это то, что в принципе нам и нужно, чтобы у вас был интерес к качеству, к хорошей работе, к комфортной работе. Дальше, что еще хочу быстренько сказать. Есть у нас еще базы две. Melt Look и Blur Ink. Эти базы у нас не для укрепления и не для выравнивания. Эти базы для дизайна. Поэтому я должна... Я клею камни, девочки, на Extra Pro базу. Вот, на нее. Ей уже делаю выравнивание, ей уже делаю укрепление. Опять-таки, девчонки, сделаю потом личный эфир. Поговорим о количестве базы. Поговорим о последствиях. Поговорим о том, как наносить, на какие ногти, что наносить. Вот. Но, опять-таки, пока еще нету этого эфира. Девчонки, умоляю вас, не наносите большое количество материала. Потому что, во-первых, это некомфортно клиентке. Во-вторых, это большая нагрузка на ногтевую пластину. В-третьих, это то, что может вызвать ожог. В-четвертых, это то, что может вызвать онихолизис. Поэтому всегда делаем умеренно. Всегда смотрим на то, чтобы у нас не было переизбытка. Если нам нужно сделать больше выравнивания, чем слоем таким умеренным, значит, делаем два этапа для того, чтобы не повредить ногтики. Нам клиенты доверяют свои ручки. Они хотят красоту. Они не хотят проблем. Вот. И наша задача, эти проблемы им не создавать. Да, спасибо большое. В Киеве увидимся. Так, 30 мл. Не знаю, когда выйдет, но 50 мл я жду с нетерпением. В общем, девчонки, вот эти вот две базы, это у нас идут для дизайнов. Это у меня для капель. Сейчас база в руках. Вы видели, что у нас в PNB вышли капельки, аквакапли. Красивые, шикарные. Можно с ними делать фантастические вещи. А это для растекашек. Тоже очень крутая база, на которой растекаются разные цветники. И она в одном флаконе имеет в себе любую палитру желаемую, какую вы только хотите. Потому что работает с любым цветником. Так, ну и вот эта вот база универсальная. Я уже о ней говорила. Если вы хотите выровнять адгезию любого материала, с которым работаете, берем и используем эту базу. Минимальнейшим слоем вбивая в ногтевую пластину жесткой кисточкой. Девочки, не с кисточкой от флакона. Жесткой кистью, которая имеет тверденький ворсик. Ну такой, ну не как пластмассовый, да. А именно тверденький ворсик, который сможет вбить, прям втоптать в ногтевую пластину. И тогда при полимеризации у нас создается однородный каркас покрытия и ногтевой пластины. И тогда у нас железобетонная сцепка происходит. Поэтому, девочки, вот эту вот базу прошу любить и жаловать. Она вас будет выручать в любых ситуациях. Жиденькая, очень жиденькая. Поэтому, когда будете открывать флакон, не флакон, баночку, то здесь маленькую дырочку в мембранке делаете для того, чтобы у вас не вытекало. Хотя, ну, у меня тоже и маленькая дырочка, и небольшая в баночках дырочка. Тем не менее, все равно все отсюда валит. Вот, поэтому очень нужно смотреть. Но особенно летом это нормальный процесс, когда начинает... Потому что это все у нас же растворители, они испаряются. И они под давлением начинают сами себя выталкивать из флаконов. Вот, поэтому, девчонки, я думаю, что по базам, так, галопом по Европе прошлась. Но самые важные вещи, я сказала, эта тема настолько обширная, что о ней можно говорить часами. Но главные моменты я вам рассказала. Так, что там еще? Ой-ой-ой, улетела, хотела... Так, продукция понравилась. А что у меня там, какие еще комментарии? Спасибо большое, вам, как всегда, эфир был интересный. Жду от вас курс, да, спасибо большое. Продукция хорошая, поэтому я всегда говорю, стоит обращать внимание на хорошие, качественные вещи. Так, топ. А, про топы хотите эфир? Да, можно и про топы эфир. Кстати, топ. Вышли, наконец-то, топы без липкого слоя, с классным блеском, с хорошей носибельностью. Экспресс топ. Вот, этот кружочек нам дает понять, что это новый у нас топ с обновленной формулой. Так, и нано топ. Так что у нас сейчас два топа без липкого слоя. Так, про аквак... Ну, можно и аквакапли будет сделать. Девчонки, я не могу ничего обещать, но у нас еще есть девчонки-технологи, и Ленка Кургузова, и я вижу, и Наталья Орсик тоже проводит эфиры. Поэтому, возможно, они проведут, а я о себе не могу ничего говорить, потому что я сегодня здесь, и завтра у меня, может быть, на месяц уже здесь не быть. Поэтому я постоянно в движении. Так, что еще? Спасибо за всегда важную информацию. Спасибо вам большое, девчонки. Я рада, что вам полезно. Я уверена, что все, что было мной сказано, вам пригодится. Если есть какие-то вопросы, пожелания, тоже пишите. Буду делать либо статьи, либо эфиры по этому поводу. По этому поводу. По поводу ваших вопросов, чтобы у нас работа была действительно качественная. Нам нужно избавляться от незнания. Нам нужно нашу работу возводить на достойный уровень. Нам надо, чтобы нас, мастера, уважали, а не смотрели на нас с опаской. Потому что это действительно происходит. Я хочу, чтобы я могла гордиться своей работой, чтобы каждая из вас гордилась и считала себя на своем достойном месте, в самой крутой профессии. Поэтому, девчонки, обогащайте себя знаниями, наполняйте, развивайтесь, ищите информацию. Это то, что в нашей работе просто необходимо. Тогда у нас все будет гуд, нас будут любить, уважать и лелеять, как это было раньше. Раньше мастер маникюра был на вес золота. Записаться к хорошему мастеру было нереально. Я хочу, чтобы эта ситуация была с каждой из нас, чтобы мы всегда были на почетном уровне. Но для этого нужно трудиться. Будем трудиться, все у нас будет окей. Так, девчоночки. Так, какую базовую для себя на нормальные ногти подскажете? В зависимости от того, какую вы будете носить длину. Потому что тоже даже от длины можно выбирать базу. Ну, попробуйте экстра про. Сейчас я ее покажу. Глазками ищу. Она не подводит. Тем более, если ногтики нормальные, вам один слой после втаптывающего, небольшой, спокойно можно наносить и ходить безупречно. Потому что нормальные ногти не требуют укрепления. Все, девчонки. Всех люблю. Всех целую. Всем желаю хорошего вечера. И все. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok